играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомита сегодня с очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня у нас на обзоре танк легкий 3 уровня ветки ссср проходная тачка проходная ветка т-70 легкий танк вот есть у него изюминки вот но если недостатки блин проходная не премиум тачка проходная поэтому давайте разбираться все и по порядку пойдем сначала посмотрим бронируем т-70 а здесь есть что посмотреть погнали и так вот наш т-70 смотрим нлд-52 приведенки в лд 58 63 сверху и это очень хорошо 98 люк мехвода укрепленный большая маска орудия почти во всю башню 86 54 ну по-разному то есть вот в этой части она крепче в этой но она крепче на закругление тоже полукруглая вот сама башня 54 54 здесь 89 под под маска орудия 35 борт у нас 15 дырявый 41 я хочу сказать если мы говорим про лоб если мы говорим про лоб что тут дофига мест которые ну блин противники на обычных тббш не пробьют них вода маска местами влд у нас урон лежит в плоскости 50-70 на третьем уровне до обычными снарядами голдой доходит там до 90 80 до если противники встретиться на одиночных пушках на одиночными снарядами на обычных ббш какие-то вас даже пробивать не будут в лоб вот голдой понятно могут сечь но очень много танков 2 3 уровня с которыми вы будете встречаться в бою то ездить на пулеметах с бронепробитием 2030 и в лоб в лоб они вас просто не пробьют поэтому максимально держите противника передней части так сказать вот это касаемо бронирование теперь по основным модулем стартуете вы на пушке от т-60 максималка да вот ну такая пушка можно не играть начале даже ничего страшного но качайте не вот эту пушку да вообще не интересно даже не тратить очки опыта идете через башню на топовый 4 уровня с альфой 55 75 пробития основного да это хорошо 110 пробития на голде вот время заряжания пушки 2 и 5 общий дпм на стойке 1320 037 точность 2 и 3 время сведения танк чуть-чуть такой но он быстрее быстрее чем т-60 но в любом случае вам нужно выкачать топовый двигатель это от газонокосилки старого образца это нового и даст вам примерно 10 процентов мощности двигателя и по сути подвижности что вперед что назад что на месте рацию всегда качать топовую вам это пригодится по засвету ваших союзников будете стрелять или передавать данные союзникам светить вот обязательно топовую ходовой здесь нужно прокачивать все все нужно прокачивать вот теперь по оборудованию оборудование здесь я считаю один единственный комплект правильный это турбину что подвижность получше было и просветленка чтобы светить вашим союзникам по снаряд у нас основной ббх голдовый подкол ббх летит 870 такое себе чуть лучше среднего вот голда летит почти 1100 и это очень хорошо то есть на третьем уровне у вас наряд летит 1100 метров с пробитием 110 гола здесь ультимативные фугасы ну урона чуть чуть больше а пробитие никакого поэтому держу чуть-чуть для добивания арты либо сбития базы захвата вот по снаряжению стандартный комплект ремка аптечка экипаж всего лишь два члена экипаж командир механик водитель вот первым перком командиру качаете лапочку механику водителя качаете ремонт вторым перком вы убраться дальше как указано в табличке поставили такое оборудование экипаж нас почти 4 перка кстати не выучен на сто процентов машину поэтому я будут потери смотрим огневую мощь кстати пушка не кнется от слова вниз совсем увн минус 4 вот пушка заряжается у меня из-за экипажа с потерями 274 время среди 252 04 разброс то есть основные стоковые характеристики у меня даже ухудшились из-за экипажа поэтому есть смысл конечно станка на станка пересаживайтесь переобучать свой экипаж вот дпм 1200 по живучести у нас 410 хп и это более-менее по мобильности с турбиной у нас 49 вперед 20 назад 18 лошадей на тонну все равно он такой вялки медленный чуть-чуть по незаметности танк небольшой у меня один перк на командире не прокачан по незаметность так был бы даже чуть больше 30 процентов по обзору 320 метров и штраф у меня 21 так был 341 обзор был бы с просветленкой прям для третьего уровня достойно вот давайте по плюсам минусом точка танчик высокий и это минус по длине и габаритом принципе не большой но высокий вот по броне броня здесь есть и как для третьего уровня она я считаю достойный это плюс этого танка пушка здесь долго все-таки на мой взгляд сводится вот но хорошее пробитие особенно на голде на и на основном тоже неплохое вот это плюс по подвижности от современные плюс и минус вот будете на нем играть на максимальном двигателе с турбиной все равно вам будет не хватать подвижности поэтому плюс и минус по незаметности такой больше плюс вот ну наверно и все предлагаю уже отправляться бой подергать за рычаги попробовать как играется 7 современными рендами и будет ли он интересен если вы хотите поиграть в песке слезть из десятых левов покатать на т7 сейчас мы все это проверим бой погнали так нск обзор танк т70 попали в одноуровневый бой есть бронированная техника у них за и ст 35 все ясно подрижаю сразу голду потому что хотелось бы пробивать интересно играть и все такое ладно при все моем уважении можно играть на бэбэхах но я хочу побольше настрелять и 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 Добиваем ФЦМа добили ФЦМа 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 да это конечно смешно но мы проиграли в чем сделает бот паза с 35 тоже понимаешь еще и боков стал нашему валик короче ребят сам видите на мелко уровню техники как играет это просто это трэш мы чудом выиграли ладно давайте смотрите итоги боя значит еще раз т-70 есть какая никакая броня иногда рикошете пушка по пробитию на галде по скорости полетов конечно очень прикольно но танк все равно медленный и назвать и уфановый чтоб кататься в песке и получать удовольствие не назвать поэтому это скорее всего все проходная машина пройти ее выкачать следующую четвертого уровня и забыть это мое все равно личное мнение как-то так демот первое место по урону у нас 1 на т-70 из-за голды ушли в минус я считаю что лучше играть на голде пройти ветку максимально быстро вернее ветку этот уровень и выйти на следующий танк ребята пишите свои комментарии ездили на этом тачке есть у нас в ангаре какого вы используете оборудование считает турбины просветленка это самое лучшее оборудование для этой машины ставьте лайкос подписан канал я говорю до скорых встреч пока играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно нажимай колокольчик